приветствую всех любителей вышивки друзья в этом видео я вам покажу свои покупочки для своего нового проекта который я начну надеюсь еще в 2015 году так как я танцовщицу закончила раньше времени поэтому я вправе начать новый проект итак небольшое предисловие был тут какой-то очередной мой вышивальный вечер сидела я вышивала никого не трогала радовалась жизни рэмбо котом пупсиком рядом и вашими видео и смотрела видео нашей красотки оксаны деризы какое-то вообще там древнее видео где она показывала тоже какие-то свои покупки я сейчас точно не вспомню какие не буду тоже вставлять ссылки оксана не обижайся просто все знают твой твой канал и и я вообще люблю так просто иногда заходить на канал какого-то блогера и пересматривать все видео просто плейлист включаю вот и я если честно даже не особо там смотрела потому что все видео я знаю просто слушала как она там рассказывать в восторгах да но что-то случилось я не знаю что какая сила меня вела что я оторвалась от вышивки и посмотрела на монитор и я увидела схему которую показывал оксана и с этого момента я спать спокойно не смогла я в тот же вечер написала оксане говорю оксана вот такое дело все я не могу конечно оксана любезно мне все рассказала что это за схема чья где можно приобрести она мне рассказала что она еще скачивала вроде как тогда было бесплатно на том сайте но потом дизайнер схемы доработал данную картину ну то есть схему до усовершенствовала ее и схема стала платная но для меня это небольшая проблема я вообще считаю что труд и дизайнеров и всех должен быть оплачен поэтому я не сочла это какой-то большой трагедии конечно же я выбрала приобрести эту схему за деньги я связалась в контакте с дизайнером дизайнера надежда антонова надежда привет спасибо тебе большое за помощь я на самом деле как клиент очень такая бывает до противно я хочу все тут и сразу мне надо чтобы не все получалось все открывалось сразу понимаете и поэтому я надежде выражаю благодарность что у нее было терпение со мной вот поиграться я сказала что мне нравится данная схема и надежда предложила приобрести с их сайта полностью набор то есть схему и все принадлежащие материалы для данного проекта за определенную плату или за другую плату то есть по моему 11 евро или 10 евро я сейчас точно не скажу ну скажем допустим 11 на просто схем еще надежда она дизайнер данной картины предлагает вышивать на белый конвей полностью там такая темная картина черный фон и зашивать сплошняком полностью черный цвет но я как-то решила что я этого делать не буду хотя я уверена что скорее всего получилось бы наверно красивее но я чуть-чуть изменю думаю это не будет хуже итак давайте я вам сейчас попытаюсь точнее я попытаюсь фотографии вставить в конце видео потому что я не умею так монтировать в конце видео я вам ставлю фотографию что должно получиться а теперь я вам покажу сначала схему вот такая большая схема тут является много листов где-то так есть 14 ну где-то 20 25 листов но поскольку я не буду вышивать полностью всю картину то есть фон я не буду вышивать вот можете посмотреть вот такая прекрасная скрипка ноты и роза то есть вот этот фон черный цветом я вышивать не буду так у меня очень все уменьшится схема очень интересная я как посмотрела она такая необычная так как во-первых здесь интересно так расположены листы вот видите если мы привыкли номера с листы 10 20 30 40 и вниз 10 20 30 40 то тут буковками вниз а ширину идет вот так цифры ну и как можете заметить вот это все должно зашиваться черным этого я делать не буду поэтому моя картина я думаю появится на свет намного быстрее что еще было интересно с приобретением схемы наденька мне сказала перевести через paypal сумму я перевела и она сказала ему в течение там часа мы тебе перекинем схем я когда получила схема она мне сразу не открылась я запаниковала вот не не открывается та 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 надо тогда мне все по листам разбивала мне все равно что-то там не открывалась что-то не не получалось там ну не получалось потому что меня дома компьютер не поддерживает там какую-то программу которая может разархивировать но это все не хочу в это все углубляться но сам факт что дизайнер сам со мной лично общался общалась что мне очень приятно человек не то что знаете получил деньги скинул схему там в какой-то ей удобный ей удобном формате и все до свидания на на самом деле очень старалась чтоб мне помочь конечно в итоге я открыла эту схему все у меня удачно получилось и уже на работе я ее распечатала ну еще чуть-чуть хочу поговорить про дизайн вы все знаете что я в прошлом скрипачка ну я и сейчас еще не играть но просто уже этим я не занимаюсь это уже не моя жизнь ну то есть как говорит саша прошлого и вычеркнуть нельзя поэтому все равно это всегда останется со мной и я долго долго искала какие-то схемы с скрипкой со скрипкой путается язык заплетается вот я и стала искала ничего и не находила мне то какие-то слишком примитивные скрипки то какие-то слишком знают детские то какие-то слишком кинчевые ну вот один дизайн от Вот Dimensions есть у Алины, кстати, этот набор есть, она недавно его приобретала, ну, как недавно, я сейчас уже не скажу, когда, может, полгода назад, может, ну, в общем, не важно. Ну, вы все знаете этот набор Dimensions, там скрипка, свечи, по-моему, розы какие-то там или цветы, но мне именно данный проект, в нем как-то слишком много цветов, и как-то сама скрипка теряется, потому что там вроде и свечи главный элемент, вроде и цветы, вроде и скрипка, ну, как-то так. А мне хотелось, чтобы именно вот скрипка был основной элемент, и какой-то такой вот, чтобы эта скрипка была такая загадочная какая-то, ну, вот такая чуть-чуть грустная, ну, не знаю, я думаю, вы понимаете, что я имею в виду. И поэтому вот данная схема, вот данный дизайн, ну, конечно, сейчас вы тут не можете, наверное, нормально рассмотреть, обязательно вставлю фотографию, данный дизайн именно воплотил все то, что я понимаю, вот, под словом скрипка. Было очень интересно, я показала своей одной коллеге данный проект, так как нашла в интернете отшивы разные, да, вот этой схемы, мне очень тоже понравилось, и показала, и она такая, очень смешно такая, типа, сначала говорит, ну, да, 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 красиво, и такая молчит дальше, там что-то на компьютере, да, там что-то строчит, работает, и потом такая уже, прошло какое-то количество времени, такая не в тему поворачивается на меня, не то, что какое-то количество, уже там прошел даже один рейс, по-моему, мы там занялись вообще делами, там, в общем, ну, все, забыли, просто показала и забыла, и после какого-то времени она мне такая, ну, ты знаешь, говорит, она у меня какая-то чуть-чуть похоронная, я говорю, ты что? Ну, я потом опять начала присматриваться, ну, мне вообще никаких похоронных тут нету, мотивов, я тогда показала маме данную схему, мама была в восторге, и я рассказываю эту ситуацию маме, говорю, мама, вот, говорю, коллега сказала, что похоронная, говорит, полный бред, во-первых, говорит, я, говорит, вижу, вот, данный дизайн, вот, как вы всегда после концертов, говорит, приходили, вот так небрежно кидали ноты, розочку так, вот, кидали тоже, и скрипку оставляли, и шли выпивать шампанское, вот, это именно так все и происходило, вот, понимаете, вот я очень много гастролировала, у нас были такие гастроли, когда мы ездили по Европе, там, утром выезжаешь из гостиницы, полдня едешь куда-нибудь, приезжаешь, быстро репетируешь, потом идешь быстро на перекус, переодеваешься, макияжи, там, концертные одежды, тогда пилишь весь концерт, там, все овации, восторги и все остальное, тогда заканчивается концерт, все вот так в раздевалке, в футлярах приносят ноты, вот, именно так всегда ноты лежали, вот, понимаете, вот в такой вот, вот так вот, чуть-чуть помятая, скрипка тоже так небрежно положена, розочка какая-нибудь вот так лежит, все это в открытом виде, и мы тогда уже идем на банкет, на прием, на поздравления, вот, именно так, и это, у меня вот осталось вот такие, остались воспоминания, и, и, вот, я хочу вот это воплотить в жизнь, чтобы я смотрела на это и вспоминала свое, свою деятельность, вот так. Скрипка тоже очень профессионально разработана, очень красиво, и струны, и лак на скрипке, вот, правда, данная скрипка чуть-чуть темнее, чем моя, потому что моя, она такого светлого дерева, хотя уже с годами она начала темнеть. Ну, вот так, в общем, какой-то такой мой рассказ, почему я хочу, в общем, мне очень понравился данный дизайн, и я его буду уже, вот, совсем-совсем скоро стартовать. Тут я отмечала цвета, как можете заметить, да, вот здесь какие цвета у меня, что я купила, и я хотела, поскольку данный проект вышивалась на черной конве, а у нас с черной конвой в Вильнюсе вообще как-то такие проблемы, есть только 14-й каунт, и я вот вышивала кармен на 14-м каунте, но я посчитала, что на 14-м каунте данный проект будет уже очень огромный, потому что 436 крестиков, как можете заметить, да, вот, 436 на 300, но это много, я считаю, поэтому я перерыла весь интернет, и у нас в Вильнюсе есть магазин, называется darpstuale.eu, я оставлю ссылку на данный магазин, хотя, ну, девочки, которые живут у нас в Литве, все знают этот магазин, я так думаю, там очень тоже приятные консультанты, все мне рассказали, все показали, сказали, что у них есть 18-й каунт, и я сделала, оформила заказ, ну, и думаю, куплю я у них ниточки. У них тоже есть такая тема, если берешь больше, чем 10 мотков, предлагают скидку, я не помню, сейчас 10 или 20 процентов, но это мне уже вообще как-то не важно, потому что здесь не очень много было цветов, около 36, по-моему, или сколько там, 30, может, я сейчас не помню, честно. И вот мои материалы, давайте посмотрим материалы, так, вот все в таком пакетике сложено, вот, как можете посмотреть, у них даже своя эмблема есть, вот она, видите, darpstuale, очень приятная женщина, за канву я заплатила 8 евро, размер 80 на 55, то есть тут будут еще по 5 сантиметров на краешке, да. Итак, ниточки, вот такие классные ниточки, некоторых ниток, то есть двух цветов не было от фирмы DMS, поэтому я была вынуждена взять Madeira, все-таки Madeira, как видите, меня никак не отпускает, я уже думаю, что пора мне с ней начинать конкретно дружить, потому что и по DMS я хочу вышить пару дизайнов, и все равно бывает, что и DMS нету, и какие-то другие дизайны, поэтому я буду как-то менять свое мнение, буду стараться с ними дружить. Но все-таки DMS моя любовь самая большая. Цветовая гамма тут, как можете видеть, очень такая спокойная, темная, приглушенная, вот эти цвета пойдут на розу, я так предполагаю, это на листики, но мне очень нравится, я уже по ниткам вижу, что очень-очень хорошее сочетание, вот такие, сразу видно, что мастер-дизайнер разрабатывал схему не просто так, подбирала оттенки, видно, я не знаю вообще, как это делается, каким способом, но видно, художники рисуют, и тогда как-то эти оттенки подбираются, я не знаю, девочки, но я вижу по цветовой гамме, что очень все цвета теплые между собой перекликаются, сочетаются, вот этот, а, это черный, такой как темно-зеленый, поэтому я думаю, что картина должна получиться вообще шикарная, просто очень красивая и очень-очень крутая, вот, совсем немного ниточек, не знаю, сколько мотков, сейчас, минуточку, я посмотрю, может есть где-то написано, сколько должно быть мотков каждого, да, по-моему, есть, да, ну, и как можете видеть, вот, 2400, то есть 310 номер, да, ДМС, это черный цвет, если в количестве, на 18 конве, то 25 мотков, ну, потому что 25, так как в ДМС 8 метров, а в модели 10 метров, то 20 мотков, ну, мне столько не понадобится, так как я фон вышивать не буду, ну, и, знаете, других цветов тоже, вот, 3371, у нас это, по-моему, такой серый, 3371, 3371, а где этот цвет, 3371, вот, тоже, 6, 6 мотков надо, сейчас я попытаюсь найти этот цвет, 3371, вот он, ага, темно-коричневый, ну, я думаю, этот цвет пойдет на скрипку, у меня так как-то, или на фон, так как в одном месте фон я буду вышивать, вот, где-то здесь, вот, на этом месте, тут такое, как тень такая, вот, тут я буду вышивать, и тут, наверное, пойдет именно этот 3371, вот этот цвет. Далее, каких тут еще много мотков, 3799, ну, это вот этот цвет, этот цвет я очень хорошо знаю, потому что я его использовала миллион-миллион мотков на своего зимнего кота, тоже где-то пойдет, ну, не знаю где, ну, и все, других моточков по 2, по 3 и по 1, в общем, я довольна, мне цветовая гамма нравится, такой, вроде монохром, но и не монохром, так как такие они, вот, и зеленые есть, и какие-то такие, как желтые приглушенные, ну, непростой монохром. Так, и канва. Канва Цвайгард, 18-го канта, черный цвет, ниточку берем, вот такой отрез огромной канвы, к сожалению, я думаю, здесь не поместится все показать, ну, вот так, ну, в общем, конкретно большой, ну, 80 в ширину, и сколько я там говорила, 36, нет, 55, ну, в общем, ну, девочки, не помещается, я тут уже так ракурсы подбирала, чтобы освещение было нормальное, в общем, огромный кусок канвы, и если столько зашивать черным цветом, то это, да, это, конечно, уже конкретный хаэт получается, но я так этим заниматься не буду, вот. И в данном магазине, я как оформила, по дороге с работы я просто к ним заехала, и все забрала. И я попросила, чтобы мне обработали краешки канвы, ну, там женщина пыталась, типа, говорит, я давай поменяю ниточку, и говорю, ой, да успокойтесь, говорю, все равно это все пойдет под оформление, и этого совсем ничего не будет видно, поэтому вообще никаких проблем в этом я не вижу. И у нее просто был заправлен оверлок белым цветом, и я... Местами я бываю противная клиентка, а местами я бываю даже очень-очень добрая и хорошая. Так что вот. Вот такие мои рукодельные покупки для ближайшего моего проекта. Я очень рада. Тут еще что интересно в схеме. Все очень подробно описано. Как видите, есть инструкция к вышивке скрипка. Все написано, все прописано, объяснено. Ну, то есть, простой, обыкновенный человек, который, наверное, никогда не вышивал, ну, конечно, может сложновато сразу взять такой проект, но можно во всем разобраться. Так, что-то еще по схеме хотела показать. Вот, кстати, вот этот значок. Вот видите, я его даже нарисовала. Он чуть-чуть как-то на схеме неправильно нарисован, но это я не видела большой проблемой. Просто я заметила, что мне непонятно, почему в другую сторону, поэтому я его подправила. Вот. Ну, схема, конечно, очень интересная. Я таких с кем еще не видела. Так что вот. Начну я, конечно же, вышивать с нижнего левого угла. То бишь, это будет у нас, я так предполагаю. Так, первый. Сейчас я вам покажу. Если вы еще чуть-чуть подождете, я вам покажу. Так, это у нас идет вторая, я так думаю, часть. Так, секундочку. А еще после R есть. Двадцатый. Двадцатый. Ой, так интересно. Двадцать первый. Ну, вот такой лист меня ждет. Конечно, может, чуть-чуть нудноватый, но ничего. Это, я так предполагаю, будет знаменитейший цвет. Так, крючок. Что у нас тут с крючком? Так, так. Почему я не вижу этого цвета? А, вот он, где-то видела. Три, семь, девять, девять. Ну да, семь моточков. Сереньким цветом вот это я все буду вышивать. Но я еще подумаю, может, я буду фон вышивать полукрестом? Ну, не знаю. Посмотрю. Так, что вот такие покупки для рукоделия у меня были. Чему я очень рада. Спасибо большое Оксане, которая сняла это видео сколько-то время назад, что я посмотрела очередной раз. Спасибо большое дизайнеру Надежде. Обращайтесь к ней. На самом деле, очень приятная девушка. Очень много у нее интересных работ. Вышивайте, покупайте и наслаждайтесь. И еще хочу показать вам небольшую свою покупочку. Это уже не рукодельно, но я вставлю просто это в это видео. Я тут говорила, что у меня на работе будет для меня очень важный день. Не хотела сразу говорить, что, но сейчас уже могу сказать. Я поднимала квалификацию. То есть я сдавала тест. Достаточно сложный тест на 4 часа работы. И такой работы, как села, так и не встала. Очень я переживала, потому что тут я подняла и квалификацию, мне и зарплату поднимет. Но это даже не в этом дело. Просто когда работаешь, вроде работаешь и работаешь. А тут уже конкретно была проверка знаний. И как-то не хотелось самой перед собой как-то облажаться, что ли. Тогда бы я как-то неуверенно себя чувствовала, что вроде знаю, а вроде не знаю, когда надо что-то решить. Задачи были очень разные. Были всякие такие, которые мы теоретически знаем, но практически это встречается очень редко. И поэтому надо было это все решить. Ну, конечно, плюс был тот, что можно было много чем пользоваться разными подсказками в системах. Но это, опять же, надо знать, как это найти. Определенные транзакции, определенные функции в программах. Это не то, что взяла шпаргалку и посмотрела. Вот. И в честь того, что я сдала и достаточно на высокие проценты, я себе подарила вот такую красоту. Это метеориты от Гирленд, которые я увидела, конечно же, на Ютубе. Я в них влюбилась. Я о них мечтала уже достаточно долгое время. И у нас в Дьютифри магазине не было именно третьего оттенка. Так как второй оттенок слишком светлый, четвертый слишком такая была бы я матрешка, очень уже он такой краснотой отдает. А вот третий самый-самый раз для моего оттенка кожи. Ну, что еще хочу сказать. У нас в магазинах, к сожалению, вообще не продаются. Так что то, что я работаю в аэропорту и имею доступ к Дьютифри, это очень классно. Ну, начнем с коробочки. Коробочка, конечно, очень красивая, очень милашная. Там, по-моему, даже есть какая-то типа инструкции. Ну, не знаю, что тут можно читать. Давайте посмотрим. Ну, тут все на китайском, на японском, не знаю, иероглифами все. Ну, реально все иероглифами. Ага, вот, смотри, даже есть на русском. Жемчужная пудра, сияние кожи. Ну, в общем, тра-та-та-та-та-та-та. Разработана в 1987 году. Вот. Революция цвета, звездная пыль, секрет совершенства, неповторимое сияние. Ну, если честно, девочки, это просто дорогая игрушка. Это абсолютно я никаких там сияний особых, ничего я тут не вижу. Ну, то есть, ничего особенного. Очень приятная вот такая коробочка. Она такая вся игрушечная, красивая, сказочная такая, да. Вот так она открывается. Есть такой пушок, который защищает наши шарики. И вот такие прекрасные-прекрасные шарики. Прошу прощения. Мама звонит, потом перезвоню. Вот, защищает наши шарики. Очень приятный аромат. Знаете, все и в интернете везде пишут, и в ютубе везде рассказывают, что это аромат фиалок. Я никогда, ну, не знаю, как пахнут фиалки. Может быть, знаю, но не знаю. Но аромат очень приятный, но он достаточно такой насыщенный и интенсивный. То есть, даже может, я думаю, вызвать у других людей аллергию. Потому что, когда им вот пользуешься, я в течение нескольких часов еще на себе чувствую этот запах. Вот, вот такие разноцветные шарики. Ну, приятно им пользоваться, приятно. Очень они некрасивые, милашные. Но эффект от них, я говорю, я не знаю, это просто завершение какое-то такое, да, вот макияжа. Я его наношу, эти метеориты, на скулы. Ну, есть, конечно, какое-то такое сияние. Но чтоб там ух, ах, ай-яй-яй, там это точно нет. Но я абсолютно не жалею, что я их купила. Они мне обошлись в 40 евро. Я рада, мне они нравятся, поэтому вот так. Хотела с вами еще поделиться такой покупочкой. Ну, очень красивые, очень милые. Просто приятно ими пользоваться. Вот так все тут написано. Еще, я думаю, прикупить у них специальный, специальный кис для метеоритов. Ну, она тоже недешево стоит, 30 евро. Ну, то есть, подумаю еще. Вот, на взаднем, в заднем, сзади вот так вот написано. Метеориты. Light-raveling pearls of powder made in France. Ну, все понятно, то есть, да. Так что вот, балуйте себя и рукодельными покупками. Ой, сейчас открою, подождите. И рукодельными, и какими-то такими вот для девочек. Вот, видите, как она вот так вот становится, вот. Говорят, надо ее иногда потряхивать, чтобы она, вот эти пылинки создавались. Так что вот. Ну, вот если на руку... Ну, как-то так, наверное, не знаю. Я говорю, я, девочки, ничего тут особого не вижу, но мне просто приятно так вот, знаете, взять пушистую такой, пушистую кисть и вот так на себя нанести, просто так. Так что вот. Ну, вот, это были мои рукодельные, плюс небольшие покупки косметики. Я очень довольна. Все, всем спасибо за внимание. До скорых встреч, друзья. Пока!